Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я, Михаил Горин. А с нами на связи из Минска политолог Валерий Карбалевич. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте! Я попрошу вас вначале прокомментировать и рассказать какие-то подробности, если они вам известны. А главные новости из Минска, которые пришли сегодня, это, по сути дела, закрытие основного независимого СМИ Тутбай. Пожалуй, если я правильно понимаю, единственного еще остававшегося независимого СМИ в Минске. И вот добрались до него. Там подробности с утра были непонятные. То ли официально были объявлены, что у них какие-то проблемы с налогами, то ли что-то другое. Но, в общем, ресурс закрыт, я так понимаю. Да, но это не единственный независимый ресурс Беларуси, но самый крупный, где-то третья часть белорусского населения пользовалась услугами Тутбая. Значит, тут такая очень странная и интересная ситуация вырисовывается. Значит, комитет государственного контроля возбудил уголовное дело по факту неуплаты налогов. Причем очень такая любопытная ситуация. В Минске есть парк высоких технологий. Это такой субъект, в котором члены этого парка пользуются льготами. И вот, значит, Тутбай был членом, субъектом этого парка высоких технологий и пользовался льготами. И вот сейчас комитет государственного контроля пришел к выводу, что включение Тутбая в этот ПВТ было неправильным, было ошибочным. Но обвиняют в этом не администрацию парка высоких технологий, а именно Тутбай. И поскольку Тутбай пользовался льготами и, значит, платил налоги в льготном режиме, вот теперь он будет платить, так сказать, полную компенсацию за то, что вот он пользовался льготами. Ну а руководство Тутбая обвинили в том, что они, так сказать, вот не уплатили налоги. Вот в этом суть уголовного дела. А Министерство информации закрыло, заблокировало ресурс Тутбай на основании того, что он подавал информацию от имени организации, не зарегистрированной в Белоруссии. Это имеется в виду Байсол. Ну вот как бы в Белоруссии это есть нарушение закона. Только информация зарегистрирована в Белоруссии, можно, так сказать, эту информацию подавать. Ну вот сам факт, что две разные инстанции дают разные версии репрессию против Тутбая, ну дает основания полагать, что дело все-таки тут не в неуплате налогов, не в нарушении закона, а дело политическое. Это попытка, так сказать, закрыть рот независимому, независимому изданию. Ну тут по аналогии можно провести, как в России сейчас некоторые СМИ признаются иноагентами, и на этом основании, по сути дела, они даже их не закрывают, они сами умирают, потому что существовать не могут в этой ситуации. Ну тут, видите ли, вот задним числом все это сделано, то есть работала структура и не знала, что она нарушает правила. А теперь оказывается, что они вот несколько лет нарушали правила, и вот их обвинили в неуплате налогов. Ну вот, значит, такой особый цинизм. Понятно, жаль, это действительно был достойный ресурс, его читали многие за пределами Белоруссии. Ну посмотрим, может быть, он все-таки еще оживет. Еще одну тему я попрошу вас прокомментировать. Это, по сути дела, разрешение от президента Белоруссии силовикам применять боевую и специальную технику. Вот так вот гласит закон, который был издан. Говорится о том, что спецтехнику и боевую можно применять при подавлении протестов, при пресечении массовых беспорядков. Беспорядков, а сотрудники силовых структур освобождаются от ответственности за причиненный спецсредствами вред. Скажите, пожалуйста, а, собственно говоря, зачем нужно было появление этого закона? А до сих пор это разве не существовало, само собой не подразумевалось? Да, до сих пор в ходе подавления репрессий власти силовые структуры не слишком заморачивались тем, чтобы строго соблюдать законы, скажем так, мягко. Вот, и да, были убиты в ходе протестов, называются разные цифры, один и пять человек, другие, говоря, десять человек. Вот, раненые были, избитые. Ну, а вот сейчас под эту репрессивную практику подводится как бы законодательная база. Ну, почему это делается? Потому что все же чиновники и сотрудники силовых структур ощущали определенный дискомфорт, особенно когда их, так сказать, призывали, принуждали закон нарушать. Вот, и вот теперь под эту законопроменительную практику подводится юридическая база, и теперь делать то же самое будет можно, но уже на основании закона. Это, ну, создает определенный психологический комфорт для силовиков, потому что в случае каких-то перемен в стране, когда возникнет вопрос, а вот же, что сказать, кто участвовал в репрессиях и виноваты ли они, и теперь они могут ссылаться, что, дескать, я выполнял закон, плохой закон, не хороший закон, но он был законом, и поэтому я действовал в рамках закона. Так что в этом как бы есть логика, потому что, ну, государство должно жить согласно каким-то правилам, которые в государстве называются законами. И отсутствие таких правил для самих чиновников, для самих сотрудников силовой структур создают определенный дискомфорт, Лукашенко это понял, и как бы вот сейчас целая серия законодательных актов проходит, называют их по-разному. Репрессивное законодательство, драконовское законодательство, я бы назвал это антиреволюционным законодательством. Там и закон об экстремизме, и закон о противодействии нацизму, который будет трактоваться очень широко. и, значит, что там еще, защите сотрудников силовых структур, чиновников и иных особ, которым, ну, как бы может угрожать, угрожать какие-то люди, которые выступают против власти. Да, я обратил внимание, что вот в этом законе, о котором мы говорим, отдельно указывается запрет на фотографирование и видеосъемку сотрудников силовых структур при подавлении беспорядков. А они, в свою очередь, имеют на это право. В том числе и досматривать, обыскивать граждан, и транспортные средства, и так далее. Но это действительно чрезвычайные меры для демократического государства. И есть версия, что этот закон появился после того, как в Германии был подан иск против Лукашенко по обвинению его в преступлениях против человечности. И что Лукашенко очень, так сказать, болезненно воспринял появление этого иска, и теперь пытается ввести законодательные рамки какие-то, которые позволят ему противодействовать. Или это два несвязанных между собой события? Я думаю, что они не слишком связаны между собой, потому что все-таки законодательный акт, он готовится какое-то время. Вот, и поэтому я бы это не связывал. Но сам факт, что Лукашенко очень болезненно воспринял этот иск и даже комментировал его. Вот, в том смысле, что, так сказать, ну не немцам же нас, белорусы, учить, что они тут делали во время войны. Вот, да, этот иск Лукашенко воспринял очень негативно. Скажите, пожалуйста, многие обращают внимание еще на закон, на который вы упомянули, о запрете нацистской символики, как-то еще более широко он называется. И многие тоже видят в нем большие опасности для противодействия оппозиции. А в чем эти опасности? Потому что я не разобрался, честно говоря, чем, как можно использовать этот закон. Да, это очень такой любопытный нюанс. Дело в том, что протестующие в ходе протестов использовали национальную символику бело-красно-белый флаг и герб погони. Власти, особенно государственные СМИ, сейчас активно акцентируют внимание на то, что эти флаги, эту символику использовали в годы Второй мировой войны коллаборантские организации. Вот. И теперь, и теперь, вот просто так запретить бело-красно-белый флаг, вот просто принять закон о запрете бело-красно-белого флага, ну, как-то выглядело бы странно. И власти сейчас вот идут на такой хитрый ход. В этом законе о противодействии нацизму говорится о запрете символики не только нацистских организаций, но и тех организаций, которые сотрудничали с нацистами. Поскольку коллаборантские организации на территории Беларуси сотрудничали с нацистами, и они использовали этот флаг, то вот как бы теперь в перечень структур, символика которых запрещена, будет внесена и внесены и эти, так сказать, организации, там Белорусская краевая оборона и другие. Ну и автоматически тогда бело-красно-белый флаг будет объявлен незаконным, поскольку и будет его преследование идти на основании закона о реабилитации нацизма. То есть теперь получается, я хочу понять, любая мирная демонстрация, акция протеста, люди, которые участвующие в ней будут нести вот такой флаг, о котором вы говорили, это будет считаться уголовным преступлением, по сути дела? Да, да, но пока идет процесс как бы реализации этого закона, то есть Министерство внутренних дел должно теперь перечислить в своем документе, изданном им те организации, которые использовали белокрасно-белый флаг, и только потом уже будет то, что вы только что объяснили и сказали. Понятно. То есть если раньше, до сих пор, когда этот закон не существовал, и кто-то вывешивал с балкона такой флаг, то его приезжали просто срывали, а теперь этот человек, вот когда вступит в действие вся эта регуляция, этот человек может быть и просто как бы осужден за это? Да, по уголовной статье совершенно верно. Понятно. Не только флаг в окне, сейчас вот носки одеть, кроссовки белокрасные, это есть опасность, что тебя могут просто на улице задержать и отправить за решетку. Ясно. Скажите, пожалуйста, недавно появилось опять сообщение, оно, правда, не подтверждено никем, что готовится новая встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Лукашенко должен вроде бы опять прилететь в Москву на переговоры. И никто толком не понимает, чем вызвана опять встреча, потому что она была совсем недавно, потому что ее объяснение идет какими-то общими фразами, будут рассматриваться экономические вопросы, такие вопросы, но никакой конкретики нет. Есть ли у вас какие-то версии, свои предположения по поводу того, чем вызвана новая встреча, вот буквально через короткий промежуток времени после предыдущей, и что там может обсуждаться, что решаться? Ну, во-первых, информация о встрече как бы официально объявлена, так сказать, пресс-службами президента Беларуси и президента России. Вот. Что может обсуждаться? Ну, наверное, вопрос о более тесной интеграции. Просто как бы какие нюансы, какая степень этой интеграции? Ну, это вопрос, на который сложно ответить. Ну, во-первых, наверное, усиление военной интеграции. Этот процесс уже сейчас идет. Как сказал Лукашенко, каждый месяц в Беларуси проводятся совместные белорусско-российские какие-то учения, локальные, небольшие. Вот. Ну, военные самолеты российские начинают дежурство на территории Беларуси. Наверное, этот процесс будет усиливаться. Второй момент – это дорожная карта интеграции. Насколько я понимаю, белорусская сторона, ну, скажем так, не хочет подписывать все в том виде, как предложила Россия. Там 28 карт, 26 подписали, а две остались. Я так предполагаю, что эти две предусматривают создание каких-то наднациональных органов, возможно, переход на единую валюту и так далее. Ну, и Лукашенко этого не хочет, потому что это серьезный удар по суверенитету Беларуси и по его власти. Ну, и вот Путин пытается его как-то уломать. Ну, это вот то, что лежит на поверхности. То, что вот очевидно и о чем говорят даже официальные лица. Что еще может быть? Ну, тут можно гадать, потому что какие-то там слухи, какие-то закулисные информации говорят о том, что тут вообще речь идет об объединении. В это трудно сегодня поверить, но, во всяком случае, с российской стороны вот такая инсайдерская информация поступает. Валерий, большое спасибо, что нашли для нас время. Всего вам доброго. До свидания. На этом все. Напомню, что с нами на связи из Минска был политолог Валерий Карбалевич. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин